Видите суслика? Нет, а он есть. Добрый день, дамы и господа! Традиционно на этой неделе посетил компанию Рико НВ, покупали товарищу очередной прибор, ну и разговор традиционно зашел об охоте. Ну, слово за слово, и Дмитрий Шаханов мне говорит, Жень, а сними сюжет про охоту на потравах на кабана. Я вам говорю, мы столько лет вместе уже с нашей аудиторией, что все снято, переснято по сто раз. Повторяться я не люблю, да и потом, чтобы снять охоту на потравах, нужны как минимум потравы. Вот в радиусе 200-300 километрах я потрав в упор не вижу. Траву по сиське вижу, борщевик с мой рост вижу, крапиву, поля заросшие, а потрав нет. Есть кабаны в небольшом количестве, так что пока эта охота нам не по времени и не по погоде. Она больше из былин прошлых лет и южных районов. Но официально она существует, и это хорошо. Не так много охот и осталось у нас с вами. В моей местности, собственно говоря, это все потравы, это максимум подкопанный огород. Или пробегутся кабаны по картохе. Там крайнюю межу коврнут пару кустов. И я решил зайти с другой стороны. Естественно, я из компании вышел тоже не пустой. Я взял тепловизионный монокуляр от компании RIK NW, Hypnos 650 Pro. Это серьезный аппарат, он с большими претензиями. Правда, сейчас не самое лучшее время для съемок на него. Но, сами видите, в моей местности трава уже почти по плечи, листва плотные. Но так как мы ходим по лесу, мы обязательно что-то всегда видим. Попробую я снять сюжет. Есть у меня одна интересная мысль. Приглашаю вас к диалогу. Я расскажу свои наработки по теме более чем за 30 лет. И с удовольствием прочту ваши в комментариях. Был небольшой соблазн растянуть этот сюжет на целую серию роликов. Ну, я экономлю ваше время, поэтому будем употреблять концентрат. Как приводить кабана? Это не проблема. Об этом знают все. Ну, во всяком случае, мы ее показывали сто раз. А вот есть другой вопрос. Если зайти с другого края, который интересует вас не меньше. Ну, во всяком случае, вы не проходите неделю, чтобы 2-3 человека не вышли на контакт и не поговорили по этой теме. Как отвадить кабана? Как уберечь свои 10, 20, 30, полгектара огородов от напасти этого махнорылого бандита? Вернемся к теме. Как отпугнуть кабана? По правде сказать, когда я начал эту тему качать, меньше всего меня интересовали огороды и поля. Охота – дело тонкое, не любящее лишних взглядов, конкурентов. На тот момент это и было моим стартером. Я попробовал многое. Говорить буду только то, что сам исполнял. Я был молод, жаден и глуп. Чтобы вам не смотреть весь сюжет, как я по борщевикам лазил, я решил собрать видеоряд, соответствующий сюжету и звуковому ряду. Я решил вытянуть кабана на закрайку поля. Ушла на это почти неделя. Смотрите на поведение зверя, работу приборов, а я продолжу. Так можно ли сделать так, чтобы кабаны надолго забыли дорогу в нужное вам место? Давайте определимся по некоторым вопросам. Первое. Врать, кривляться, фантазировать здесь неуместно. Охота – это жесткая конкуренция и ничто не раздражает так, как выстрел соседа. Второе. Все перечисленные мною способы очень краткосрочны и не спасут ваш огород и не обесточат конкурентов. Максимум они обломают приезжего охотника выходного дня. Третье. Готовя заподлянку соседу, можете твердо рассчитывать на оловерды. И не факт, что ваш сосед будет менее искушен. Давайте начинать. Световые раздражители, ну, соответственно, и приборы в любом виде. Ночь, две, три, и кабан адаптируется к ним. У меня есть сюжеты на эту тему. Нет, я допускаю, что если поставить прожектор как на маяке, может, он и убережет и отвадит зверя. А остальное вы видели в наших сюжетах. Световые отпугиватели, к сожалению, не помогают. Звуковые раздражители. Ну, например, маленький приемничек, настроенный на бизнес-ФМ, даст вам спокойно поспать пару ночей. После этого кабаны тоже адаптируются. Всевозможные отпугиватели животных, кротов. Ну, наверное, еще две ночи. В общем, я ставил у меня моим фиолетово. Кого там они отпугивают, я не знаю. Ультразвук. Тема. Но так как я занимался этим давно, вот те приборы, которые были тогда в доступе, они, к сожалению, на моих кабанов никаким образом не влияли. Ну, конечно, это было не год, не два. Там пробую. Ночь, две, не проходит, забываю. Следующий способ, очень распространенный. Это прям фобия. Вот мне с этим вопросом обращаются огромное количество моих зрителей. Вот им кажется, что с ихнего поля отпугивают кабанов. Как это происходит? Вечером часов 8-9 на выходе зверя конкурент обходит ваше поле, заложив круг по лесу метров в 100 от кромки поля. Возможно, он даже будет с собакеном. Такое возможно, если у вас трикобана на районе. Это сработает. Но если есть зверек, то он отвернет при подходе, услышав вас. Но вернется часа через три, в 12 или в час ночи. Ну, готовый нести караул всю ночь. Удачи вам. Вообще, вот если вы проживаете в средней полосе России, то зверь у нас привык к людскому прессингу. Ну, то есть лай собак поблизости, там, автосвадьбы, шашлыки. Это его не пугает. Зверь пластичен и адаптируется к среде обитания очень быстро. Идем дальше. Про фантазеров с их растяжками, гранат, петард и прочего детства даже говорить не буду. Расскажу про экзотические споксобы отпугивания кабана. Меня кто-то как-то зачитал, что кабан не переносит и боится запаха человеческих волос. Ну, кизяк вопрос. Мне барышни из парикмахерских выдали. И не просто волосы, а то и с запахом парикмахерской. Ну, хрена, ничего бояться. Засыпала этими волосами. Выхода, как шли, строим, так и зашли. На поле строим. Следующая глава. Очень она мне нравится. И старинный метод пакостников-прапрадедов. Он заключается в том, что если поле или делянка небольшая, огород, то обтянуть его ниткой с человеческим запахом. Ну, можно, наверное, надеколонить. Эта история произошла своим товарищам. Обычный парень из Москвы. Звезд с неба не хватает. Работал электриком. Вот очень ему хотелось добыть медведя. Ну, местные медведи поблизости непомерно дороги. И он поехал куда-то далеко-далеко. Не буду врать. То ли Вологодская, то ли Архангельская область. Запахал там в начале лета два поля. И на своей разбитой пятерочке туда выдвигался. То есть, ну, молоко созрело. Очень ему хотелось добыть медведя. Приедет, дня три-четыре отсидит. Тишина полная. Снова приедет, там, подкопит, наработает. Снова едет. Опять отсидит. А потом он, ну, смотря этих, пошел выхода. И порвал нитку вокруг поля. Ну, мне рассказал. Ну, естественно, я сразу же стал пробовать. Но на медведе, может, это и сработает. А на наших подмосковных кабанах, по-моему, ночью они у меня продержались. А потом порвали к черту эту нитку. И продолжали свои пакостные дела. Я не стал дальше это пробовать. Плюнул на все это. Ну, допускаю, что если освежать каждый день и менять аромат, то что-то и получится. Вот о чем я хотел сказать. О медведях. Вот бытует мнение, что если поле стало посещаемо медведем, то он отгоняет кабанов. Было такое. Вот в прошлом году было. Овес стоит, кабана нет. А следы медведя рядом присутствуют. Потом, кстати, впоследствии эти медведи и сожрали это поле. Но было и другое. Когда на одном поле я видел, на небольшом поле, жируют косолапый и сикач. В любом варианте, если есть знакомые цыгане с медведем, пробуйте, потом напишите. Так вот вспомнить бы все. А, вот еще. Вой волка. Я много раз заряжал его и смотрел на реакцию зверя. Ну, у меня есть треки, есть монок. Но вот явный шухер видел всего один раз. И то это было в Крыму. Был я на одном плато, где волки особо лютовали. Видно, это было по составу. Свиньи с одним сигалетком. Оленухи без телят. Вот там это сработало. Если у нас включаешь потихонечку, там, ну, не на всю громкость, чтобы он там просто от шума убежал, то так даже головы не поднимают. Возможно, в вашей местности это сработает. Пробуйте, напишите, расскажите. Вообще, вот, жизнь интересная и долгая штука. Вот какой ерундой голову в молодости только себе не забиваешь. Электричество. Вот где сила. Сила тока. Я видел воочию работу электропастуха. И прыжок кабана с пробуксовкой на 2 метра от нее. Вот электропастух реально убережет ваши посевы от потрав. Ну, и самый распространенный способ, конечно же, это выстрел по лопатке. Это почти всегда стопроцентная гарантия. Вот в коротком сюжете сложно перечислить все тонкости и нюансы. Ну, например, на какую особь в стаде обратить внимание, особое внимание при отпугивании с поля, с огорода. Ну, я могу лишь задавать вектор и тему. Приманить несложно. Вот тихо отвадить, это сложнее. По прибору линейка гипнозов уже зарекомендовала себя не роликами, а вашим кровным рублем. Кого интересует ТТХ, всевозможные сравнения, тесты, вы их легко найдете на втором дополнительном канале. Называется он РИКОНВ. Вот на этом канале, там чисто ответы на ваши вопросы. Но вернемся к началу нашего сюжета. Вот обнаружил бы ли я корову на 150 метрах в густых кустах. Ну, могу сказать так, 50 на 50. Но это я, и я под это затачивался 30 лет. А для вас любой из гипнозов это реальный помощник. Ну, в любом случае, вот от себя скажу. С ним интереснее. Я надеюсь, вы получили тему для размышлений и обсуждений. Естественно, я рассказал вам не все. Есть еще способы, как без отстрела уберечь свой или чужой урожай от потрав. Я долго к ним шел, и не хочу лишать вас такого удовольствия, как радость открытий. Этого кабана я не стал опугивать. Просто я не знаю, как это снять наглядно. Ушел и не вернулся. Мне осталось поблагодарить компанию Рико Энвэ за предоставленное оборудование. И еще раз сказать. Парни, есть нелетальные способы отводить зверя. Просто надо подумать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова